Ну и перед началом этого видео, другой друг, не ленись, поставь большой пальчик вверх под этим видео, и то бог факелов, и залетит к тебе тоже в кости. Окей, для начала, конечно же, нужно перепроверить, что у вас есть подписка, и красная кнопка стала серой кнопкой. После этого нам нужно собрать 100 факелов и какие-нибудь платформы, чтобы нам было удобнее потом эти факела расставлять. Нет, ну не хотите, можете как-нибудь волшебным образом там летать. После этого отправляемся куда-нибудь поглубже. Подземка нас не устраивает. Ну вообще, проще всего найти просто большую пещеру, достаточно большую, и прозвлекаться там. Сейчас поймете почему. О, отличное место, да, вот это. Здесь, ну вот такое себе, наверное. Ладно, короче, ставим нашу платформу, сейчас поймете вы зачем. Наверное, платформу нужно тоже 100 штук, и я немножко почищу территорию. Подготовим небольшую арену, чтобы было удобнее потом бегать, прыгать, позаботиться о том, чтобы вам было вольготно бегать, прыгать. Хорошая тема взять в себе какие-нибудь сапоги скорости, какое-нибудь там облако, бутылки и тому подобное аксессуары, чтобы немножко повысить скорость. Немножко, особо усердствовать нет смысла. Теперь ставим непосредственно платформы, вот так вот. Вот так вот, строим нашу специальную арену. А пока суд доделал, не забываем зайти в магазин аккаунта, включая geronshop.ru, все ссылки будут в описании, жду вас там. Там вас ждет дешевый Майнкрафт и сотни других игр для Стима. Это классно, клево и интересно. Конечно, там есть отзывы, гарантии и все такое. Ну, а я вернулся в другое место, где будем... Теперь расставляем 100 факелов в одном месте. Просто на стену лепим 100 факелов в одном месте с копом, большим чохом. Чтобы процесс шел веселее, я и создал эти платформочки. Вы сейчас поймете зачем. Да, вот так вот пойдет. Короче, смотри. 100 факелов, один к одному, все вот как-то вот так вот. И вот в таком же стиле аккуратненько все расставляем. Не обязательно впритык, можно... Главное, чтобы они просто близко друг к другу были. То есть можно сделать там несколько светящихся облаков, можно нарисовать круг мистический из 100 факелов, ну и так далее. Можно прямоугольнички делать, можно иголочки, можно то, все, пятое и десятое. И делаем вот так вот. И начинается свистопляски. Слушайте, я это... Как только накапливается 100 факелов, появляется торч гад и начинают факела вас шмалять. Ваша задача просто уворачиваться от этих факелов, летающих во все стороны летящих, и не парить себе мозг. Да-да-да-да-да-да-да, просто летаем вокруг и делаем вид, что у нас все хорошо в этой жизни. Да ешки, матрешки. Да вы издеваетесь, елы-палы. Со всех сторон, со всех сторон, все же летает, летает. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Ай, хорошо, я в креативке. Когда все заканчивается, факела возвращаются волшебным образом на место, наступает благодать. У вас появляется специальная чаша с факелом внутри инвентаря, такой олимпийский огонь, левой кнопкой мышки клацнете, и у вас появляется, он так и называется, торч гад фавор. Ну да, факел бога факелов. И у вас появляется возможность выбирать разные типы факелов. Смысл в чем? У вас есть обычные факела, например, в инвентаре. Теперь я выбрал вариант ставить биомные факела, и теперь у меня все факела будут розового цвета, потому что я нахожусь в райском биоме. В джунглях это будут зеленые факела, в ледяном биоме будут ледяные факела и так далее. Вне зависимости от того, какие факела были у меня в инвентаре. То есть он меняет тип факелов автоматически, когда вы их начинаете расставлять. И это офигенно крутая опция. Вот так вот она была преподнесена. В описании под видео вы найдете других боссов и другие эвенты. Но, честно говоря, это же даже не босс получается, это и эвент. Да, наверное так. Жду вас в комментариях. Не забывайте Инстаграм и Телеграм, Вконтакте, Дискорды, Твиттеры. Тоже в описании. Подписывайтесь.